Добрый вечер, хорошая игра, сильные команды, равная игра. Сегодня допустили на одну ошибку больше, 5 на 6, допустили ошибки, будем работать ошибками. Сейчас хорошее восстановление, нас ждет интересный седьмой матч, счастье, в хоккее сыграть седьмой матч, будем играть дома, поэтому с нетерпением ждем следующего матча, готовим к следующей игре. Спасибо большое, добрый вечер. Сергей Борисович, показалось с трибуны, что ЦСКА больше сегодня хотел победить, потому что у него не было права на ошибку ЦСКА, право на ошибку было и где-то под спутно сидело в голове игроков. Согласны? Такого точно не было. Все хотели победить. Играем с учительным соперником, они здорово играют в обороне, преодолевать трудности, преодолевать оборону, больше бросать, лезть на пятак, больше работать и работать соперника. Поэтому самое главное, у нас самая важная следующая игра. Спасибо большое. Вопросы, пожалуйста, да. Здравствуйте. Стас, ну, давно провел второй период, в концовке сравняли счет. Казалось бы, в игре наступит перелом. Насколько гол Абрамова в начале третьего периода с кутовой картой был? Да, это какие-то ошибок. Поэтому здесь допустили ошибку. У него работа ошибка. Посмотрим видео, с ребятами пообщаемся, делаем выводы и пойдем вперед. Спасибо. Да, пожалуйста. Страна Борис, четыре шеи, но вы забросли в раздевал. Будет показать силу двух команды. Но два раза мы проигрываем сегодня и не два года. Что за спальню? Именно так, да. Стандарты, особенно соперника, сильная сторона стандарты. Мы это прекрасно понимаем, избираем, постоянно работаем над этим. Улучшим, улучшим, будем сильнее и будем готовы к следующей игре. Еще один вопрос, как может, не очень корректный. Почему он на вершину сторон выпускает? Бригады большинства Фонтенберга, они легкие. С чем это связано? Ну, мы ищем постоянно, как улучшить наше большинство, как улучшить в целом нашу игру. В прошлой игре также выпускали Фонтенберга и во время сезона он выиграл. Поэтому дальше посмотрим. Фонтенберга диктует свой сценарий. Нас ждет самый интересный матч, второй матч. Мы весь год над этим работаем, чтобы сыграть в такой игре. Поэтому продолжаем работать. Спасибо большое. Добрый вечер. Я бы хотел вас поздравить, что вчера молодежная команда вышла в финал Кубка Харламова. Вот вы сейчас главный тренер. Удается ли уделять время молодежной команде, или вы заняты только основой? Если можно, небольшой комментарий. Что вы ожидаете от финала Кубка Харламова? Спасибо. Мы работаем все вместе. Всегда по всей вертикали. Постоянная связь с Филатовым, с главным тренером. С Калибина 46. Следили за серией. Сильные команды. Их здесь очень здорово играли. И решающая игра была. Пятая игра. Поэтому ждем серьезной серии с Красной Армией. Нас ждут интересные матчи с сильным соперником. Спасибо большое. Изум, вопрос есть? Пожалуйста. Спасибо. Кому дальше приветствую. Дмитрий Леонид Рейтингс. Первое, коротко. С чем связана замена Кузьменко на Тимкина? Первое и третье звено передвину для ребят. Желание больше забить, как можно больше голов. Доверие лидерам. Верим в наших ребят, в наших лидеров. А дальше посмотрим, подумаем, покрутим. Здесь не все за и против. У нас есть пища для размышлений. Все в работе. Мне показалось, что эмоций сегодня не хватило. Как-то так академично было. Ну, во всяком случае, с моей точки зрения, как вам? Здесь понятное дело, что мы можем играть намного лучше и ярче. Эти эмоции нужно достать. Я думаю, что дома родные стены помогут нам достать эти необходимые эмоции в следующей игре. В этом плане самоотдачи, эмоциональный фон, все в порядке в команде. Все работают друг от друга. Поэтому здесь вопросов нет. Понятное дело, что без поражений не бывает побед. Поэтому это хоккей. Готовь к следующей игре. Спасибо большое. Спасибо. Микрофон? Да. Как минимум, по-моему, два матча было у СКА против СКА. 15-й год, 19-й. В 15-м вообще была одежда исторической победы с 0-3-4-3. Что такое седьмой матч для вас? Вы там были тогда в команду? Это же вообще историческая была тема. Сейчас повторяется седьмой матч опять. Это лучшее, что может быть в хоккее. Это седьмой матч. И это тот адреналин, ради чего мы работаем. И здесь весь год, может быть не один год, все работали для того, чтобы сыграть такой матч. Матч, который имеет такое значение. Все прекрасно понимают. Думаю, что будет такой адреналин, которого нет в никаком другом матче. А вспоминать, да, мы играли эти матчи и в 15-м году, и в 19-м году. Но мы смотрим только вперед. Работа только здесь, сейчас. Поэтому готовь к следующей игре. Романович, а помните, гол Сергея Плотникова в своем матче в Москве? Он с мясом забил. И в общем-то вновь был силы, пускай тогда. 0-2 горел, там оттуда. Можно много вспоминать голов и в 15-м году кто забил. И там вратари были, и можно все вспоминать. Но, да, без прошлого нет будущего. Но мы живем только здесь и сейчас. И готовим к следующей игре. Спасибо большое. Спасибо большое.